Университет Калгари Как ртуть приводит к разрушению нейронов головного мозга? Давно известно, что ртуть является сильным нейротоксином при попадании в организм как через дыхательные пути, так и с пищей. На протяжении последних 15 лет в исследовательских лабораториях установили, что зубные амальгамные пломбы являются основным источником накопления ртути в организме. В 1997 году группа исследователей продемонстрировала, что вдыхание паров ртути с животными приводит к нарушению протеинного метаболизма на молекулярном уровне. Подобные нарушения наблюдаются в 80% случаев болезни Альцгеймера. Эксперименты, недавно завершённые учёными медицинского факультента Университета Калгари, наглядно показали на примере исследования культуры тканей головного мозга, как ртуть изменяет структуру клеточных мембран, развивающихся нервных клеток, нейронов. Чтобы лучше понять влияние ртути на мозг, давайте сначала покажем, как выглядят нейроны и как они растут. На этих кадрах мы видим три нейрона, образующих нервную ткань. Каждый имеет центральное тело и множество отростков. На конце каждого отростка находится конус роста, в котором синтезируются структурные белки для формирования клеточной мембраны. Два основных белка, принимающих участие в функционировании конуса роста, это актин, ответственное запульсирующее движение, которое мы наблюдаем, и тубулин, основной структурный компонент нейронной мембраны. В процессе нормального роста клетки и молекулы тубулина соединяются между собой концами, объединяя нейротубулы и микротрубочки, которые формируют нейрофибрил, ещё один белок, составляющий структуру отростка. Здесь на примере нейрона, выделенного из культуры нервной ткани улитки, показан его линейный рост, обеспечиваемый активностью конуса роста. Следует заметить, что конусы роста у всех живых существ, начиная от улиток и заканчивая человеком, имеют много общего по структуре и функциям, а их белковый состав практически идентичен. В этом эксперименте нейроны, выделенные из культуры нервной ткани улитки, росли в течение нескольких дней, после чего в культуру клеток была добавлена на 20 минут ртуть в очень низкой концентрации. В течение следующих 30 минут мембрана нейрона быстро разрушалась, оставляя оголёнными нейрофибрилы, как показано здесь. Другие тяжёлые металлы, такие как алюминий, свинец, кадмий и марганец, добавленные в той же концентрации, не произвели подобного эффекта. Чтобы понять, как ртуть приводит к такому разрушению, давайте представим это в виде анимации. Как упоминалось ранее, белки тубулина объединяются в процессе роста нейрона, чтобы сформировать нейротубулы, поддерживающие форму клетки. Когда ионы ртути ввели в нейрон, они проникли в клетку и присоединились к новым молекулам тубулина. Ионы ртути занимают место, предназначенное для присоединения молекулы гуаназин-3-фосфата к тубулину – ГТФ. После присоединения ГТФ обеспечивает энергию, необходимую для объединения молекул тубулина. Ионы ртути, занявшие место ГТФ, лишают протеина тубулина возможности объединяться. В следствии этого нейротубулы начинают разрушаться до свободных молекул тубулина, оставляя аксон без поддерживающей структуры. Это приводит к тому, что и растущий аксон, и его конус роста разрушаются, и несколько оголенных нейрофибрил формируют сплетения, как показано здесь. Здесь мы видим конус роста нейрона, в котором тубулин изображён зелёным, а актин – красным цветом до и после воздействия ртути. Заметьте, что ртуть привела к полному разрушению тубулиновой структуры нейротубов. Эти новые исследования открыли важные визуальные свидетельства того, как ртуть приводит к разрушению нейронов. И что более важно, это исследование служит первым прямым доказательством, что воздействие низких концентраций ртути действительно является важным фактором, который может привести к процессу разрушения нейронов головного мозга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok